Доброго голубя! Вот и наступило 12 апреля и стукнуло 5 лет каналу. Говорить там и смотреть какие видосы сколько набрали просмотров я не буду. Но посмотреть на прирост количества подписчиков и суммарного количества просмотров с канала за год можно. Сейчас это вы и наблюдаете, но я узнаю подробную информацию только на стадии монтажа. Но также мне хочется немного высказаться. Вот так смотришь на количество подписоты и смотришь на количество просмотров на канале и охреневаешь. Я собрал наверное самую мертвую и афкшную аудиторию на ютубе после гномов. А когда выпускаешь видос так вообще теряешь веру в голубя. Видео не по Сурвилкрафт набирает не больше 100 просмотров при 8000 подписчиков. Ситуация здесь почти тупиковая. В январе у меня сдохла видеокарта в ноутбуке. Она вроде и работает, а вроде и нет. В общем при включении всячески страдает аутизмом. Поэтому даже в игры не погомаешь, не то что их снимать. Но сейчас бы я понаделал бы гайдов по Stranded Deep. Вспоминаю год или два назад, когда я уже второй по счёту гайд снимал. А точнее я снял само видео, озвучил и делал сам монтаж. Ну блин, монтажом это нельзя назвать. Это скорее всего подгон видео под аудио с добавлением музыки. Тогда мне было так лень делать, что я на каком-то моменте просто забил на видео. Главной проблемой послужила лень, плохая концентрация, отсутствие настроя и мотивации. Ещё в каком-то подкасте я говорил, что когда я снимаю подкаст, то есть делаю выводы, то после него остаётся то, чего я хотел сказать, но забыл. Сейчас я изобрёл для себя инновационный алгоритм. Во-первых, в любом случае для какого-то длинного видео нужно писать текст для более грамотного выражения мыслей. То, что сейчас я говорю, я прописывал заранее с большим количеством исправлений. Желательно писать текст, ну или подробный план, когда случается приход мыслей. Это часто бывает вечером. Вот так пойдёшь чистить зубы и тут же случается сильный поток мыслей. Причём таких, что без этого прихода никогда так и не заговоришь. Я теперь частично начал понимать писателей. И самое плохое, что если не записать эти мысли, то ты потеряешь их. Ну и во-вторых, нужно стараться писать текст в свободное время. У меня это метро и автобус. Лучше всего писать, когда вот именно приход мыслей и когда есть желание. Потому что когда ты не хочешь этого делать, ну у тебя получится какая-то хрень. Придерживаясь данного алгоритма, можно в течение месяца написать такую годноту, которую можно так охренительно реализовать, что даже голуби понравятся. Если рассматривать подкасты 2016, 17 и 18 годов, то я садился прямо перед записью и расписывал сценарий, так скажем. И постоянно забывал сказать о каких-то мелких вещах. А сейчас я по 10 раз перепрочитываю написанное и постоянно делаю поправки и добавления. Ещё из хороших новостей я почти перешёл с Камтазии на премьер. Почему на него, я сам не знаю. С самого начала он мне понравился. Был выбор между Sony Vegas, Adobe After Effects и Adobe Premiere Pro. Как известно, Vegas логучее говно, эффект слишком сложный, да и во время добавления куска видео оперативка взлетает до 5 гигабайт. А вот Adobe зашёл в душу. С ним, конечно, бывают проблемы, когда выдаёт ошибки во время загрузки проекта, или когда рендеринг останавливается на каком-то проценте. Также он ещё очень любит сбрасывать частоту процессора до 1,6 ГГц, при том, что почти всегда у меня 2,8 ГГц. Но в целом он работает качественно. В нём гораздо больше функции, чем в той же Камтазии. Помню, раньше не мог Vegas установить, меня ещё пугали, что вирусы там всякие одни. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Тьфу, кортовая петушня. Я помню, поставил премьер, и через некоторое время он совсем перестал у меня запускаться. И я так и не понял, почему. Мне ещё попалась прикольная версия программы. Дело в том, что в папке премьера не было деинсталлятора, и я не мог его удалить. Но сейчас такого нет. Я уже где-то говорил, что меняю контент на канале. Ну, так это уже произошло. Пример можно взять видос про 7 августа. Сейчас он ещё не вышел, потому что то рендеринг останавливается, то диск отключается, то видос на 129 гигабайт выходит, а ютуб не принимает такой объём, и прочая всякая санина. Включая мою лень. Но я уверен, что если выложить его на канал, то больше 50 просмотров он не наберёт. А ведь я его с ноября делал. Вот, кстати, из-за этого у меня и начинает сильно пригорать. Здесь ты что ни делай, но всё впустую. На этом канале зайдёт только Сурвилкрафт. Думаю, если бы я снимал ещё и Майнкрафт, то ситуация была бы ещё хуже. В среду, а самое забавное, что это сегодня, у меня возникла очень хорошая идея создать новый канал и перегнать туда адекватную аудиторию. И снимать там то, что я захочу без рамок и вообще без каких-либо ограничений. Да, раньше было прикольно делать видосы по играм, делать вот такие подкасты, но, как видно, популярность таким образом не сыщешь. Да вообще насрать на популярность ты даже просмотры нормальные не получаешь. А если будешь снимать что-то другое, годное, полезное, интересное, короче, не по Сурвилкрафт, то видео так и останется на дне. В общем, я буду думать насчёт этого, но, скорее всего, я так и сделаю. Если так логически подумать, то зачем столько вкладывать сил и получать не больше 50 просмотров и комментарии по типу «Когда Сурвилкрафт?» Ну или платить за рекламу. Ну я чё, совсем что ли на мазохиста похож? Вот сейчас я обращаюсь к аудитории из 20 человек, потому что другие даже не узнают о выходе этого видео, а если узнают, то даже смотреть его не будут. Если ты, мой дорогой друг, смотришь мой канал только ради Сурвилкрафта, то, пожалуйста, отпишись. Если ты не смотришь другие видео, то какой смысл подписываться, АФКшить и ещё писать по другими видео комментарии про Сурвилкрафт, которые не имеют отношения к этой игре? Какой смысл? Сейчас я, наверное, обращаюсь к Голубю, потому что вот эта аудитория из 7000 АФКшников, ну она так и останется, ничего не изменится. Если зайти в профиль рандомного подписчика, то можно увидеть больше сотни подписок. Больше сотни, нахрена вы подписывайтесь, я не понимаю. Итог здесь можно сделать такой. Сидеть сейчас на игровом контенте, ну это глупо что ли. Если оставить всё как есть, то это мёртвая зона. Но даже если я создам новый канал, то этот не будет заброшен, так как куда мне выкладывать тот же полный гайд и другие годные видосы. Если здесь продолжать снимать говёные игры, например, Биг Трек Ралли и подобная хрень, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, про городского гонщика я ничего не буду говорить, так как я сам гомал довольно долго. Всегда нужно расти и развиваться. Я для себя сделал хорошие условия для создания гоноты, и думаю, пора делать шаг вперёд. На этом всё. Хорошего тебе дня и удачи. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok